Всем привет! Я очень рада, что мы сегодня здесь встретились, что вы все к нам пришли в гости и что мы сегодня обсудим с вами интересные темы. Я, в общем, начинаю наш сегодняшний вечер, и я хочу вам рассказать про рекрутмент в IT. Рекрутмент в IT, что это такое, для кого это может быть актуально, и кого же мы ищем, когда мы занимаемся IT-рекрутментом. Как Елена меня уже представила, меня зовут Ксения Шамардина, и, собственно, IT-рекрутментом в DataArt я и занимаюсь. Поэтому сегодня с вами немножко поделимся опытом. Итак, что же такое рекрутмент в IT? Ну, это процесс подбора персонала в IT-сфере. Для кого это актуально? Для всех компаний, где есть IT-позиции. Кого же мы ищем? IT-специалистов. В общем, действительно, что это такое? В связи с тем, что, я не могу сказать в последнее время, просто сейчас и уже долгое время у нас происходят различные процессы автоматизации и внедрение новых технологий во все абсолютно наши сферы жизни, я думаю, что IT-рекрутмент, он уже не только там среди IT-компаний, где там, не знаю, 95% программистов, но и, в общем-то, во всех абсолютно сферах жизни он актуален. Поэтому IT-сфера, она уже среди нас, и, в общем, я думаю, что так или иначе, скорее всего, все вы занимались вот этим вот именно направлением. Для кого это может быть актуально? Как я уже сказала, это может быть актуально для кого угодно, это может быть актуально для IT-компаний, например, для DataArt. Мы занимаемся аутсорсом, есть также продуктовые компании, которые, ну, это их основное направление. В штате в основном программисты, ну, окей, не программисты, а IT-специалисты. Вот, но помимо этого, естественно, есть огромное количество других компаний, не знаю, ну, компаний, да, бизнесов, которые занимаются абсолютно разными вещами. Я вот привела тут такие самые, не знаю, на поверхности лежащие примеры. Это банки, промышленность, продажи. Естественно, везде есть технологии, везде есть люди, которые эти технологии внедряют, настраивают, там, не знаю, оказывают услуги в сфере консалтинга, интеграции. Ну, и эти люди нужны, и поэтому для вот таких вот не IT-компаний, а IT-рекрутмент тоже актуален. Вот сейчас, наверное, у меня вопрос, как бы кто из вас там в той или иной степени соприкасался уже с этим, кто занимался, искал, может быть, кого-то из специалистов. Ну, огонь, да, то есть вот, пожалуйста, там сколько, 70% так точно нашей сегодняшней аудитории. Кто же такие IT-специалисты? Я вот здесь вот написала, конечно же, список, что это там разработчики, тестировщики, проект-менеджеры, бизнес-аналитики и так далее. Вот, но на самом деле многие-многие другие, потому что IT все сильнее и сильнее проникает в нашу жизнь. Вот, и, соответственно, все больше и больше различных специальностей, назовем их так, возникает. Если мы будем говорить про такой вот, ну, обычный для нас, например, для IT-компаний проект, который кто-то разрабатывает, кто-то тестирует, кто-то там менеджит, ой, я должна вернуться, прошу прощения, кто-то там занимается его архитектурой и проводит бизнес-анализ на каких-то начальных этапах. Вот, не стоит забывать, что есть IT-шники в любой другой компании, то есть там это какие-то системные администраторы, люди, которые занимаются технической поддержкой, в общем, много-много всего другого. Вот. В чем заключаются особенности подбора в IT? Вот, но, естественно, нужно понимать IT-рынок, потому что надо вообще понимать, куда идти, за кем идти и кого мы можем найти на этом рынке. Вот. Если мы говорим про разработчиков, то нужно, наверное, понимать, в каких компаниях они требуются и, соответственно, чем эти компании занимаются. Вот. Дальше я вынесла очень важное правило, мне кажется, то, что тыш программистов не существует. Очень важно понимание именно технологии и терминологии. Я не хочу сказать, что все мы с вами должны быть супертехническими специалистами и искать себе подобных, или там работать себе подобными. Лично у меня нет технического образования, у меня оно такое вполне себе гуманитарное. Вот. Но для того, чтобы заниматься IT-рекрутным, там нужно иметь хотя бы какие-то, ну, базовые понимания. Например, вы можете встретить резюме, которое будет называться «Веб-разработчик». Вот. Ну, значит, надо читать, с чем там тот веб-разработчик работал, что там были за технологии, что он делал. А вот там, не знаю, разработчик-программист. Это не значит, что все там свои 15 IT-вакансий, которые у вас есть в компании, вы можете им прислать и сказать, вот, дорогой Вася, пожалуйста, у тебя на выбор 15 позиций, что хочешь, вот то и бери. Вот. Надо видеть, чем он занимался, соответственно, сопоставлять это с вашими требованиями, с тем, что там вам нужно в конкретной ситуации. Вот. И потом уже работать. Умение оценить резюме. Ну, вот, собственно, то, о чем я только что рассказала. Когда вы видите резюме, надо понимать вообще, чем человек занимался, соответственно, что ему может быть в будущем интересно. Если, например, он работал в IT-компании 5 лет, вот, занимался тестированием, вы тут приходите, окей, не вы, кто-то к нему приходит и говорит, ну, вот как насчет там рассмотреть вакансию девопса, там, сеньор девопса, которому нужен опыт лет 7. Ну, естественно, это будет такое интересное предложение, скажем так. Вот. И индивидуальный подход к каждому кандидату. Ну, мне кажется, это в принципе очень важно. Это важно, в принципе, в рекрутменте, это важно, в принципе, в жизни. Индивидуальный подход к каждому кандидату или человеку – это то, что, мне кажется, очень сильно помогает. Что же касается именно IT-рекрутмента, у вас может быть какой-то там, не знаю, ряд позиций и, соответственно, ряд откликов на эти позиции. Бывают люди, которые прямо здесь, прямо сейчас не подходят. Но у них есть определенный там скиллсет, определенные компетенции, с которыми, возможно, в будущем вы будете работать. Возможно, вы можете предложить ему что-то из того, что у вас есть сейчас, там, я не знаю, в плане переобучения или там небольшой переквалификации, что-то такое. То есть нужно смотреть на каждого кандидата. Если он там по какому-то чек-листу не соответствует описанию вакансии, то это не значит, что нужно с ним попрощаться. Вот. С чего же нужно начать? Я считаю, что нужно начать с вакансии, восклицательный знак, но не в смысле с их составления. Ну, типа там, нам вот нужен все еще ты же программист, который будет и то, и все, и вообще все что угодно. В вакансии, как правило, указаны требования, которые выдвигаются к кандидату. Причем там не на уровне, не знаю, владения компьютером или работы в IT-компании. Там указаны четкие стейки технологий, с которыми нужно, чтобы был опыт. Вот. Человек, который дает вам вакансию, например, менеджер проекта, он всегда может вам рассказать, в какой, скажем так, какие пропорции квалификации необходимы. Вот. И отталкиваясь от требований вакансии, можно смотреть уже кандидатов и понимать, кто лучше там сметчится с требованиями и с кем нужно пообщаться чуть позже. Вот. Базовые знания о технологиях. Это то, о чем мы сегодня уже проговорили, и, в общем, то, на что я хочу еще раз обратить внимание. У меня, кстати, тут была шуточка, я ее не пошутила. Про технологии. Вот картиночка, это шутка. То есть Java соотносится с JavaScript точно так же, как Ham соотносится с Hamster. Ну, как бы Java, JavaScript — языки программирования, которые занимаются абсолютно вообще разными вещами, скажем так. Ну, и, в общем, ветчина и хомяк, очевидно, да, что они, наверное, как-то там пересекаются, но примерно так же, как Java, JavaScript. Вот. Идем дальше. Поэтому базовые знания о технологиях, да, они необходимы. Возникает резонный вопрос, где это все можно узнать, базовые знания о технологиях, но я думаю, что начинать, в общем-то, можно с, я не знаю, Википедии, с Гугла. Просто посмотреть, и дальше там уже, вот, как клубочек, размотается какая-то информация. Вот. Но лучше всего, конечно же, общаться с людьми, которые с этим работают. То есть, получив вакансию от Project Manager, всегда можно спросить, а что вот это вот, а если вот это слово я не найду в резюме, на какое слово еще нужно обратить внимание и так далее. Вот. То есть, ну, и со временем, естественно, вы же сами кому хотите расскажете, что там нужно, куда смотреть. Вот. Профессиональные IT-группы, всякие соцсети, телеграм-каналы, блоги, тоже куча всего. Все это, ну, я считаю, интересно почитать, вот, чтобы быть в теме. Вот. Естественно, не обязательно в этом там разбираться на уровне профессионала. Ну, если разбираете, это, конечно, огонь. Вот. А так, просто чтобы быть в курсе, понимать, что вообще происходит в IT-мире, который меняется очень быстро и очень активно все происходит, поэтому вот эти вот вещи, я думаю, они должны быть очень полезны. Ну, и, конечно, про современные инструменты подбора не нужно забывать. Все еще IT-специалисты, спрос на них, он, ну, достаточно сильно превышает предложения. Вот. Поэтому там пойти на какой-нибудь, не знаю, Headhunter, ну, Headhunter, ладно, там, не знаю, какой-нибудь суперджоп или еще что-нибудь, ну, просто работные сайты, посмотреть, а, окей, тут нет программистов, ладно, забыли. Вот. Будем искать кого-нибудь еще. Это так себе идея. Вот. Нужно понимать, где их действительно можно найти, пробовать разные там подходы, там, не знаю, тоже что-нибудь изучать. Все в тех же блогах, телеграм-каналах, соцсетях, но уже как бы для IT-рекрутеров. Вот. И я думаю, тогда будет успех. Вот. Это просто воодушевляющая картиночка, то, что никогда не стоит останавливаться. Вот. И все наши телеграм-каналы, блоги и прочие, они нам в помощь. Вот. Значит, что касается того, где можно что-нибудь узнать, об этом поговорить, вот, и вообще пообщаться с интересными людьми. Вот Елена уже говорила, то, что DataArt будет принимать участие в РИФе, это региональный интернет-форум, вот, где у нас будет секция, посвященная карьерному пути в IT. Вот. Наши, ну, мои коллеги, наши коллеги будут рассказывать о том, скажем так, о различных этапах в IT-рекрутменте. Вот. Это интересная очень секция. Можно туда прийти, позадавать вопросы, вот, всячески пообсуждать. Вот. Кроме этого, если, как бы, мы уже выяснили, да, что большинство из нас уже имеет вполне себе такое хорошее отношение к IT-рекрутменту, вот, поэтому я хочу вам рассказать, что у нас в DataArt работает вот такая программа, которая называется HR Partners. То есть это не для, как бы, штатных сотрудников, вот, а для тех IT-рекрутеров, которые на, там, на какой-то фрилансовой основе согласны с нами общаться и, соответственно, предлагать нам рекомендовать кандидатов на наши горящие вакансии позиции. Вот. Возможно, опять-таки, кому-то из ваших друзей, знакомых, соседей, там, бабушек, это может быть интересно. Вот. Соответственно, вот мы приглашаем на Фейсбуке у нас страницу, которая, собственно, так и называется HR Partners DataArt. Вот. Ну и вот этот вот QR-код, он вот читаем. Тоже можно все это делать. Я не буду листать. Читайте. Ну и, собственно, на том все. Вот, из основного. У меня достаточно была краткая презентация, поэтому, если у вас есть вопросы, это прекрасно. Давайте мы их обсудим. Давайте. Очень приятно. Ничего себе. Какие. Интересные ребята. Ну, мне кажется, в IT, в принципе, достаточно-таки ответственные ребята. Вот. Вот то, что там не приходят, не отвечают, пропадают. Вот. Это такая прям редкая история, к счастью. Как я уже сказала, в принципе, в IT, и это касается Воронежа, это касается России, это касается, в принципе, таких вот общих тенденций, сейчас есть, ну, такой дефицит кандидатов. То есть спрос со стороны компаний, потребности в людях, она как бы превышает то, что есть на рынке. Ну, как бы количество людей там с определенными скилами, которые есть на рынке. Вот. Ну, наверное, это вот особенности нашего времени. Мы растем, развиваемся. Хотя, может быть, у нас тут одни сплошные стартап-люди, поэтому им как бы не очень интересно приходить работать. Но, опять-таки, это шуточки. Да, бывает такое, что с какой-то технологией приходится провести немного больше времени, потому что не очень много людей. Или там какая-то такая специфическая технология, то есть определенная там стэк-технология. Вот. Так что, если коротко, мы вас прекрасно понимаем. Вот. Давайте еще. Да, давайте. Это приятно. Мы сейчас будем развеивать. Вот. Хорошо. Отличный вопрос. Смотрите, что касается забирать всех специалистов с рынка. У нас здесь, в Воронеже, сейчас чуть меньше 550 человек. Я думаю, что людей, на самом деле, намного больше. Вот. В смысле, что рынок существует. Да. Вот. У нас, да, у нас достаточно большой спрос. У нас много вакансий, если зайти к нам на сайт. У нас там сейчас больше 60 актуальных для нас горящих таких вот вакансий, которые прям огонь, и поскорее бы найти людей. Вот. Что касается внутреннего обучения, да. У нас есть практиканская программа, которая как раз, она открыта для либо начинающих специалистов, либо тех, кто хочет переквалифицироваться. Это такая трехмесячная программа, которая предполагает, ну, трудоустройство. То есть мы сразу берем на работу. Вот. Либо ребят, у которых есть какие-то базовые навыки по технологии, либо для тех, у кого есть достаточно обширный опыт там в разработке, там, ну, в разработке, в общем, в сфере IT, но они хотят переквалифицироваться. То есть там сменить одну технологию на другую. Такое тоже очень часто бывает. Вот. И, соответственно, эта практиканская программа как раз-таки, ну, вот, работает для такого рода кандидатов. Вот. Помимо этого, что касается переобучения, ну, или обучения, скажем так, внутри компании, у нас есть курсы внутренние, разработанные там, скажем так, нами для нас, которые, в общем, они покрывают всех, наверное, наших сотрудников. Вот. Например, для HR там есть курсы, которые рассказывают про технологии. То есть наши вот ребята, наши коллеги своим простым таким человеческим языком рассказывают на видео вообще что, как и почему Java и JavaScript – это вот как хомячок с этой ветчиной. Вот. Помимо этого, есть курсы как раз-таки для там начинающих ребят. Очень, ну, про базовые вещи. Вот. Есть курсы для, ну, как бы, скажем так, для продвинутых. То есть там изучить, например, какой-нибудь новый фреймворк или там какие-то еще вещи. Вот. То есть, да, в плане обучения мы над этим работаем, потому что мы понимаем, что рынок меняется, развивается, работает, ну, как бы, тоже отставать нельзя. Вот. Это вот что касается обучения. На вот эти вот программы тоже, это вот к вопросу о том, что мы забираем абсолютно всех с рынка. В силу того, что программа длится всего три месяца, ну, это мало, мы приглашаем тех, у кого есть как бы определенная база. То есть там ребята приходят, выпускники бакалавриата, вот, ну, или там кто-то, кто переобучается. Вот. Давайте еще что-нибудь. Давайте. Надеюсь, я просто подсказала. Хороший вопрос. По количеству вакансий, сколько на старт у вас, по подбору у вас там, по закрытию, и, естественно, еще, если можно, как тура с дитетами, как именно рекрутера, как работа с дитетами, как занимает объем, вот именно оценка, в стене, как сказать, в дитетами рекрутера. Так, давайте я, наверное, начну, в принципе, с истории про то, как мы проводим интервью, как у нас все это работает. У нас, ну, опять-таки, может быть, слышали, наверное, мне кажется, в Воронеже все слышали про эту историю, что мы проводим первый этап интервью английский язык. То есть до того, как человек пришел к нам в офис, познакомился с HR, или там прошел техническое интервью, мы проводим интервью на английском языке. Проводим мы его удаленно, либо по телефону, либо по скайпу. Это связано с тем, что достаточно большой поток кандидатов, и просто физически принять всех сложно. Более того, ребята в проектах уже общаются, как правило, удаленно, поэтому такая ситуация, приближенная к боевой. А вот после того, как мы провели английский, мы проводим техническое вместе с HR. То есть сначала человек приходит, общается с HR. Мы, ну, в первую очередь на HR-интервью, мы как бы не проводим какую-то такую супероценку, там, не знаю, как это, ну, софт-скиллов, да. А вот скорее мы рассказываем про компанию, для того, чтобы вот, ну, как бы мы были все on the same page. Мы рассказываем, что тут у нас, как устроено, как внутри все работает, там, что будет с человеком, когда там, условно говоря, может закончиться его проект и так далее. А вот, и мы отвечаем на вопросы, которые есть. И в свою очередь человек там нам рассказывает про себя. То есть это такое, как бы, скорее знакомство. А вот после этого мы проводим техническое интервью. Если мы говорим про разработчиков, мы обязательно приглашаем на практическое задание, которое проводится у нас тоже в офисе. Вот, ну и дальше же, как бы, все зависит от конкретного кейса, потому что могут быть интервью с проектом, может быть даже не одно интервью с проектом. В общем, как-то так это все работает. Вот, да, да, да. Ну, это проводит технический эксперт. То есть, вот, например, если мы ставим какой-то проект, и у нас там, например, есть вакансия middle.net разработчика, первым с ним встречается, ну, скажем так, независимый HR-эксперт. Это кто-то из наших сеньорных дотнетчиков, который очень хорошо знает, в принципе, как это сказать, технологию, знает там наши какие-то особенности, что для нас важно, какие там аспекты нужно уточнить и обсудить. Вот, и он общается, то есть выносит свое вот именно такое сухое техническое решение. Вот, и после этого вот как раз-таки проектные интервью, они предполагают общение либо там с техледом, с PM, ну, в общем, с тем человеком, который вот более подробно может обсудить проект. Вот, это то, как у нас это все проводится. Так, я прошу прощения, какой был первый вопрос? Про закрытие вот эти вот все, сколько позиций на каждого рекрутера и так далее. Вот, я сегодня уже произнесла страшное слово, страшную цифру 63 вакансий, которые у нас висят на сайте, действительно так. Вот, ну, не знаю, может быть там 65, может быть 61, ну, в общем, вакансий много. Вот, но у нас в силу того, что проекты ставятся в разных локациях, локаций у нас очень много, то есть в России их две, в Украине их шесть, две в Польше, одна в Аргентине, одна в Болгарии, одна в Армении. Это вот именно центр разработки. У нас проекты могут ставиться, ну, одновременно там во всех локациях. То есть вот эти вот вакансии зачастую открыты сразу вот в разных-разных локациях. Вот, и мы с ними работаем. Каких-то там сроков закрытия сложно это все, так сказать, поставить перед конкретным человеком, передо мной. Мне сложно поставить цель, что я должна закрыть вот эту вакансию через там столько дней, недели или там еще что-то, потому что с этой вакансией одновременно работает человек, там, не знаю, во Вроцлаве, в Софии и в Буэнос-Айресе. Вот как бы нам потом очень сложно поделить приз за первое место, кто там закрыл эту вакансию. А вот, поэтому говорить про какие-то такие жесткие сроки в нашем случае невозможно. То есть у нас есть пул вакансий, с которыми мы там работаем по определенным алгоритмам, которые у нас есть. Вот, и если мы понимаем, что сроки поджимают, и проект говорит, все, пора, давайте, то мы там предпринимем какие-то еще активные действия. Такого, что нам дают вакансию, говорят, вот вам неделя, такого у нас нет. Вот, давайте. Давайте. Я хотела спросить, просто я сама уже не так давно в Айти, но у меня была такая интересная история, что когда проводишь собеседование, бывает очень классный технический специалист, но он на характер просто огонь. То есть там либо капризничает, либо там, я не знаю, говорит, что все, я вам в Латвии вообще все плохо, сейчас я обыкновенно все поменяю, и вы там работаем не... Это интересно. Да, вот у меня такие кандидаты были. И у меня остался вопрос открыт, на самом деле, для себя. Почему? Потому что по техническим навыкам специалист более чем подходящий, а по личностным, с характеристикам понятно, что он не впишется в команду, или там, допустим, возможно даже как-то будет вносить смуту в тот коллектив, который есть. Как вы поступаете с такими кандидатами и вывели вас с этим? Ну, слушайте, если честно, вот как бы прям такого кейса, что ко мне приходит джавист и говорит, я вам сейчас все поменяю, ну, как бы это интересно, конечно. Вот, такого прям не было. Бывает такое, что приходит человек, и у него есть, ну, определенное недоверие. Это там студент, которому бабушка сказала, вот тебя сейчас тут обманут, почему они в каком-то интернете свои вакансии размещают, а не вот в газете в моей. Вот, или там пришел человек, он там, не знаю, 15 лет работал на одном и том же месте, в каком-нибудь НИИ, вот, пришел, и, ну, ему страшно. И, как правило, вот эти вот моменты, они немножечко, ну, создают такой барьер, и человек пытается там защититься. Вот, но, вот, собственно, с вот этой позиции мы проводим наше HR-интервью. То есть мы в первую очередь знакомимся с человеком, мы ему не демонстрируем то, что, а сейчас у нас есть шаблоны, и сейчас мы еще посмотрим, подходите вы под них или нет. Мы приходим и говорим, вот мы открыты, мы как бы с вами готовы общаться, задавайте свои вопросы, там вы получите на них ответы, если там потребуется чья-то помощь информационная, например, консультационная, мы там кого-то еще привлечем. Вот, ну, в общем, если коротко, то стараемся договориться, потому что, в принципе, с людьми-то со всеми можно договориться. Какие-то такие, ну, прям экстра-случаи, когда приходит кто-то там и начинает, ну, совсем какие-то странные вещи происходить, но вот на моей практике, к счастью, не было. Ну, я просто поделюсь, да, что у меня был недавно сандидат в Пайло, там, недели сильно, наверное, в дни инфлекции, он приходил к нам в позицию духовного инженера, и прошел успешный день с учебным, в таком, как мы, в этом, я, в этом, в 20, да, там, вторую часть учебы, техническую, вот, собственно говоря, он там и начал выступать, показывать характер, говорить о том, что вы знаете, а вот я сейчас все три месяца не скучаюсь, потому что у вас сейчас полная еруда, и я, конечно, сейчас все починю. Вот, нам, конечно, хотелось бы даже ради, ну, как бы, интереса взять. Починит или не починит. Что-то не так с белым, не так живем на этом белом свете, вот, но решение с ним особо не это, потому что человек с какими-то такими сверхамбитциями, с каким-то, ну, вот, не очень правильным, наверное, заходом на собеседование. Причем кандидату, я не говорю, что можно представить, что можно представить, что можно представить, что понятно, да, открытость и так далее. Я говорю, что специалисты, сколько там, там, спаси и так нет, ну, такой, ну, я думаю, да, что это такое, ну, опять-таки, как бы, можно договориться. У нас, ну, бывают разные проекты, у нас тут вот почти 550 человек, очевидно, что мы все разные, и люди там в проектах у нас тоже все разные. Вот, бывает такое, что приходит человек, и вот он такой вот супер какой-то вот генерирует какие-то идеи, супер активный, вот, ну, про это там нужно подумать, и, соответственно, посадить его в какой-то проект, где он сможет реализоваться, там, так или иначе. Ну, вот, бывает, приходит человек, и вот, как бы, ну, очевидно, что для него там какая-то такая вот, ну, не знаю, рутина равно стабильность. Ну, и, соответственно, тоже, как бы, делать выводы. Такое, что кто-то пришел и сказал, что вот там ваши технологии отстой, вот мы тут сейчас все сделаем по-другому, но, слава богу, у нас не было. Я думаю, что, как бы, это все тоже, возможно, зависит сильно от человека. А вот, а так, да пусть делают, господи, что. Главное, чтобы не навредил всем окружающим. Ну, смотрите, у нас как это все проводится. К нам приходит человек на полтора часа. Полчаса мы общаемся с ним, как HR, и потом сразу начинается техническое. Такое, что вот я там вышла из митинг-рума и сказала, там, все, Вася, все отменяется, это какой-то вообще ни о чем. Но такого, конечно же, не бывает. То есть, естественно, мы проводим человека там, в общем, по всем этапам интервью. И даже, когда возникает там определенный, ну, определенного рода консерн, то есть, вот, как бы, общаешься с человеком и понимаешь, что вот что-то, может быть, смущает. Мне кажется, наоборот, мы стараемся все-таки с ним пообщаться. Скорее всего, он там каким-то образом раскроется. Вот, может быть, привлечь там к общению с ним еще кого-то, чтобы там было такое вот мнение ни одного человека. Вот, поэтому, как бы, нет, такого, что вот мы прям на HR-интервью поняли, что, ну, такого не было. То есть, особо это социальное поведение, тереарно, ну, не знаю. Да какой же я счастливый человек. Я никогда в жизни такого не видела, чтобы прям вообще какой-то... Но я не видала такого. Нет, если там, да, что-то такое разрушительное, ну, конечно, это как минимум страшно. Вот, ну, я, к счастью, не видела. Вот, давайте еще что-нибудь обсудим. Еще что-нибудь? Ну, давайте. Ну, давай. Ну, вот, если говорить про более качественных кандидатов, я бы, вот прям в моем сердечке, это, конечно, рекомендация от наших коллег, ну, потому что, ну, реально, ребята приводят классных ребят, господи, что тут происходит? Вот, приводят классных ребят, и с ними всегда очень приятно общаться, потому что, ну, как-то вот друзья-друзей, это всегда здорово и всегда вроде как хорошо складывается. Вот, говорить про какие-то вот прям такие прикормленные места, вот тут вот всегда хорошо, вот здесь вот джависты водятся, вот там вот мы сейчас пойдем и там классных питанистов найдем, сложно, потому что... Ну, на самом деле это стандартно, то есть, как бы, да, с хэдхантера приходят люди, с хэдхантера есть отклик, это правда есть, коллеги приводят людей, да, это действительно работает, очевидно, что все мы сидим в линкедыне, это как бы тоже есть. Вот, нередко бывает такое, что там к нам люди возвращаются через какое-то время, то есть мы там пообщались с человеком, что-то там, может быть, не договорились, и он к нам вернулся через какое-то время, вот как это можно назвать, там можно ли это назвать, что он там на хэдхантере нас увидел, но скорее всего нет, это вот, наверное, что-то такое про бренды, такие вещи тоже очень часто бывают. Ну вот, поэтому назвать каких-то вот прям такие вот очевидные места, куда мы пришли и прям много людей, такого не бывает. Бывает, например, какая-нибудь там, не знаю, редкая вакансия, вот там садишься, думаешь, ну окей, ну вряд ли я сейчас вот найду, там, не знаю, какого-нибудь крутейшего андройчика на хэдхантере, но это вот нужно точечно, там через линкедыны, булевы серчи, вот это вот все, там еще лучше у коллег попросить. Потом открываешь хэдхантер, а он вот, он сидит, вчера обновился. Вот, поэтому сложно про такое говорить. Вот, но к нам достаточно много приходят сами люди, прям хорошие такие, на серии там присылают резюме, пишут на сайте, то есть не просто там на хэдхантере откликнулись, ну вот, каким-то образом узнали про нас, ну и вот, соответственно, пришли там к нам. Ну, хантинг и переманивание, на самом деле, это такой сложный вопрос, ну как бы вот если я, например, прихожу в линкедыне к человеку и говорю там, вот вы рассматриваете вакансию, он говорит, ну вообще так особо нет, ну что там у вас покажите, я ему там присылаю, он говорит, слушайте, да этот стек, это то, о чем я мечтала, да еще там в сфере, не знаю, гейминга, я никогда в жизни не работал, всю жизнь мечтал, давайте там пообщаемся, ну вот можно сказать, что я его схантила, да нет, я его счастливила, ну не знаю, ну то есть, как бы такое, что вот как-то очень жестко действовать, ну не знаю, хотя может быть его работодатель считает, что я вообще пришла, вторглась, в дом зашла и отобрала, как бы сложно сказать, ну может быть, не знаю, вот давайте ваш вопрос. У меня на самом деле очень много софта, с которыми мы работаем, но все это сделано нашими ребятами для нас, вот и поэтому вот счастливы мы люди, честное слово, ну как бы у нас действительно много наших внутренних систем, с которыми мы работаем, вот, которые, ну как бы очень комфортно соединены и образуют такое единое целое, и если возникают какие-то сложности, мы можем прямо вот конкретно там прийти к разработчикам, попросить там помочь что-то сделать, вот так что у нас вот это не больной вопрос, ну потому что это особенности наши просто компании, вот, хорошо, давайте. Ну смотрите, что касается таск-трекеров, тайм-трекеров, я не знаю, программ-следилок, у нас как бы такого нет, вот, очевидно, что там все проекты работают в какой-нибудь жире, где у всех есть таски, они туда, в общем, свои таски записывают, а вот есть у нас внутренняя система, где мы там пишем, что вот я там сегодня вот столько отработала, вот, и занималась вот такими-такими задачами. Такого, что вот прям как-то мы учитываем, мы даже на интервью рассказываем, что вот у нас есть 8-часовой рабочий день, сколько вы там на свой обед потратите, ваше дело, вы же взрослые люди, очевидно, что если вы там пойдете куда-нибудь на 3 часа, вы не напишите, что вы 3 часа сидели на работе, поэтому как-то все это достаточно так, лайтово в этом плане. Вы, может быть, у меня есть, я не знаю, нет, нет, такого у нас нет, но как бы, ну, действительно, это вот фраза, которую мы произносим очень часто, мы все взрослые люди, вот, если человек ничего не делает, пишет в джиру, да я тут вам по 23 часа ежесуточно, ну, как бы, очевидно, что нет. Я прошу прощения, у вас был еще первый вопрос, я его упусти. Да, ремонт, ну, как бы, у нас, в принципе, очень такая широкая география и много точек, в общем-то, там, по миру даже, вот, и до недавнего времени мы старались все-таки держаться поближе друг к другу, вот, там, как-то плюс-минус вокруг офиса обосновываться, очевидно, что там, когда-то бывает, что ребята там из дома работают, но как таковой вот удаленки глобально у нас не было, вот, но время идет, все меняется, ну, и мы, соответственно, тоже подстраиваемся под эти изменения, у нас появились ремонт-вакансии, вот, по конкретным технологиям у нас прямо на сайте опубликованы вакансии, которые там висят в категории удаленная работа, то есть мы рассматриваем людей на удаленку, ну, и, в принципе, когда мы, например, общаемся с кем-то, там, например, проект заявляет, что он там ставится, но в определенных локациях, мы находим человека, он говорит, я там, ну, не хочу работать в офисе, или я не могу работать в офисе, ну, там, по разным причинам, вот, мы идем и обсуждаем к проекту, и зачастую, если это действительно какой-то прям классный такой кандидат, в ком вот прям на входе мы уверены, то, что он действительно классный, вот, скорее всего, мы рассмотрим вариант удаленки. А, ну, вот, недавно у нас… Ну, нет, у нас, как бы, немножко другой формат, то есть есть компании, которые, в принципе, работают, они говорят про удаленку, они там вообще сидят по всему свету, вот, и в какие-то там часы они синкаются, и вот у них рабочий день, вот, у нас изначально, как бы, исторически другой формат, вот, но сейчас мы потихонечку тоже переходим к этой удаленке, мы ее принимаем, вот, и сейчас, вот, как бы, это у нас, скажем так, на этапе становления, то есть сейчас вот мы начали этим заниматься. Какие-то предложения занимают, я говорю, если ребята, есть ли что-то, что вам не нравится, потому что компания крупная, есть бренд, и действительно люди, 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 кто-то там приходят, когда работают. И почему они отказываются от наших предложений? Это будет наш стандартный ответ. Ну, смотрите, у людей, опять-таки, бывают разные обстоятельства. До недавнего времени нередко бывало такое, что я работаю на удаленке, и как бы я не хочу в офис. Окей. А бывает такое, что люди работают с какими-то конкретными технологиями, которые, может быть, у нас не совсем там востребованы, вот, то есть к нам приходит человек, который там классно знает питон, и вот голенг последний год у него, и мы говорим, да слушай, у нас тут вот этих питонских проектов просто вот столько, вот, ну, пожалуйста. А он говорит, нет, теперь только голенг, а у нас вот, ну, там, прямо сейчас нет, например, вакансий, соответственно, он идет там с вами занимается. Вот, так же нередко бывает, но, наверное, это вот особенность, может быть, Воронежа. Нам нужен английский язык, то есть вот я уже говорила, интервью на английском языке, не у всех он есть, тем более разговорный. То есть, да, кто-то там сидит, переписывается, все у него нормально, вот, а тут мы приходим и говорим, ну, поговори-ка ты вот, пожалуйста, полчаса с неизвестным тебе человеком по телефону, там, без видео. Ну, и как бы, ну, не все, на самом деле, это могут делать. Ну, вот, какие еще могут быть возражения? Ну, не знаю, может быть, там, там, личные какие-то амбиции, то есть человек там на своем рабочем, своего работодателя, работая уже долгое время, там, являясь каким-то тем лидом, PM, я не знаю, DM, кем угодно. Вот, а мы ему говорим, ну, вообще, вот, по большому счету, ты вот крутой разработчик, иди, пожалуйста, к нам, вот, ты будешь крутым разработчиком. В дело того, что у нас там, ну, как бы, плоская такая структура, у нас нет такого, там, самый лучший, самый главный, самый, там, большой, там, разработчик, еще что-нибудь. Вот, то есть мы ему говорим, прислаиваем вакансию, говорим, вот, пожалуйста, там, dotnet-разработчик. Он говорит, ну, в смысле, ну, вообще-то я тут царь. Ну, как бы, окей, я плохо сказала, прошу прощения, ну, как бы, это вот, ну, праличные какие-то такие истории. Вот, на самом деле, вот, с этим тоже можно работать. То есть мы объясняем, что, да, у вас там есть вот определенные, там, названия вашей позиции в компании, у нас немножко по-другому, но это не значит, что там у вас не будет команды или там каких-то возможностей, еще чего-то. Вот. Может быть, что-нибудь, давайте. А мне про цифры интересно. А можете рассказать про QI, C, или, да, РФ? У нас нет QI. Ну, то есть мы, в общем, всегда все работаем за общее дело. Это я сейчас правду говорю, то есть каким бы то нам я это ни произнесла, вот, QI как такового у нас нет. Ну, не в смысле как такового, у нас его нет. То есть там какие-то цели по цифрам перед нами не ставят. Вот. Вы по стране, а знаете ли, или не другая, как они делали? Как говорит Лена Федорова, мы все по аджайлу. Вот, так что, в общем, мы все по аджайлу. Ну, бывает, конечно, это все зависит от проекта. Как бы мы приглашаем человека, ну, там, на какую-то конкретную компенсацию. Вот. Если там они совершили суперпрорыв, и клиент просто был там в дичайшем восторге и раздал всем премии, ну, пожалуйста. Вот, но мы как бы работаем все за, как бы, такую четкую, стабильную компенсацию. Такого, что вообще вот там есть компенсация премия, но когда она там будет неизвестна, такого нет. То есть у нас есть компенсация, от нее мы отталкиваемся, но премия такая. Вот. Давайте. Да, безусловно, есть. Вот я уже сегодня рассказывала, что у нас есть тройни программа, то есть мы набираем там либо начинающих специалистов, либо людей с определенной базы, которые будут там научиться определенной технологии. А вот у нас это не массовый такой набор, то есть когда человек находится на практике, мы это называем практикой, мы выделяем ему ментора, то есть один тройни, один ментор. Этот ментор, он не специально обученный педагог, он там сеньорный разработчик, он дает там учебный план, говорит, вот эти вот курсы надо пройти, вот эти задания сделать. В общем, он как наставник действует. Вот. Но помимо этого у нас вот, например, там недавно, может быть, тоже видели, слышали, там прошли академии так называемые, то есть мы приглашали ребят, которых мы готовили к этой практике. Вот. У нас тоже там как бы такие интересные получились результаты. Возможно, мы когда-нибудь еще встретимся и расскажем, как это все произошло. Вот. Вот Катерина занималась очень активно, наши коллеги, курировала всех этих молодых ребят. А так, да, у нас есть внутренние курсы, и, в общем, они рассчитаны в том числе на вот этих вот тройни, мы их называем, они занимаются по ним. Вот. И, в общем, сколько? Больше 12 лет, наверное, у нас работает эта программа во всех, в принципе, офисах, не только в Воронеже. Ну, вот. И, в общем, все это очень успешно. И, в общем, все это очень успешно.